Перейдем к нашему конкретному объекту, который мы будем рассчитывать и на примере будем детально рассматривать, как выбираются молниеприемники, как располагаются тока-отводы и как выполняется молния защита. В качестве рассматриваемого объекта мы возьмем РВС 15 тысяч кубометров, его габаритные размеры составляют высоту 18,5 метров, радиус самого РВС будет 17,5 метров. И, соответственно, на каждом резервуаре у нас имеются дыхательные клапаны, либо если это не резервуар, а какой-то другой объект, у нас могут быть какие-то дыхательные трубки и так далее. Соответственно, пространство над этими выбросными устройствами должно защищаться. Как определить размер этого пространства? Мы можем посмотреть, например, в RD34, пункте 2.6, где расписаны какие размеры, участка, объем, какой мы принимаем. То есть это может быть как цилиндр, так и полусферическое пространство. Зависит это от того, какой тип газа выбрасывается, то есть тяжелее воздуха он или легче. Соответственно, более детально это можно посмотреть в RD34. Коллеги могут тоже в чат скинуть ссылочки на наши нормативные документы на нашем сайте, которые имеются. Там есть RD34. Собственно, там можно будет ссылаться, смотреть, рассчитывать, собственно, это пространство. Мы в примере расчета возьмем популярное значение, то есть среднее. Это зона над клапаном у нас будет высотой 2,5 метров и радиусом 5 метров. Ну и, соответственно, наша задача будет подготовить расчет молниезащиты по второй категории. То есть надежность у нас будет 0,95. Надежность молниезащиты, которую нам необходимо достичь в результате расчета. Продолжение следует...